Находясь здесь, я вспоминаю, как 41 год назад, как раз напротив этого окна, я находился на другом берегу реки. Я был бездомным путешественником. Путешествуя по миру, я пытался найти смысл жизни и свое предназначение. Тогда я жил некоторое время в Лондоне. Я помню, как я встретился со священником, который открыл двери своей церкви, чтобы позволить такому путешественнику, как я, переночевать в подвале церкви. И эта церковь находилась на улице прямо по ту сторону реки. Находясь возле канала реки Темзы, каждую ночь я сидел там и смотрел в отражение Биг Бена, часовой башни на поверхности реки. И когда я смотрел на отражение, я размышлял, как же мне наилучшим образом использовать свое время? Что такого важного и значительного я могу сделать для этого мира? И где же находится поток реки моей судьбы? И куда он ведет меня? Я родился в пригороде Чикаго и вырос в северном районе. Мои юношеские годы пришлись на 60-е годы. Это было время революции и беспорядков в Соединенных Штатах. Когда мы давали клятву, перед нашим флагом нас учили, что это нация, которая является домом свободы. Но всего лишь в нескольких милях оттуда, в гетто Чикаго, афроамериканцы, в те дни, если вы родились в бедном районе, в гетто, это на 99% означало, что вы проживете и умрете в гетто. Там не было никакой свободы для людей другого цвета кожи. Там была очень ограниченная свобода для людей, говорящих на другом языке. Это было противоречие. В это же время велась война во Вьетнаме. Если вам исполнялось 18, то у вас было два выбора. Либо вы должны были сражаться за то, во что вы даже не верили, либо вам попросту грозила тюрьма. Было так много вопросов. И в это время постоянно происходили революции, бунты, демонстрации. Страна была раздроблена. Я был участником движения за гражданские права. Я выступал за контркультуру. Я помню, как Мартин Лютер Кинг говорил, «Ирония нашего времени в том, что мы имеем управляемые ракеты и неуправляемых людей». Также он говорил, если в жизни нет идеала, ради которого можно было бы умереть, то тогда такая жизнь не стоит того, чтобы ею жить. Он был вдохновлен примером Махатма Ганди, который сказал, «Пытайтесь сами быть проводником тех перемен, которые вы хотите видеть в этом мире». И я помню, как я размышлял, что люди, которые привнесли в жизнь наибольшие перемены, это те, которые имели духовную основу в своей жизни. И я очень отчетливо видел, что то же самое происходит сейчас со мной и с моими товарищами, которые участвовали в этих митингах. Мы были такими же людьми, просто в немного другой одежде, возможно, немного по-другому рассуждавшие. Мы выступали против жадности, эгоизма, против корысти, предупреждений. Мы сами имели те же самые качества. И я пришел к пониманию, что если я действительно хочу стать проводником перемен в этом мире, я должен найти какую-то духовную основу в своей жизни. Итак, я стал путешествовать, чтобы узнать, как другие люди в разных странах воспринимают этот мир, как они видят Бога, какие они имеют ценности. Я увидел столько вражды под именем любви к Богу, и мне очень хотелось найти, есть ли что-то общее среди всех этих духовных традиций, что могло бы объединить всех нас, вместо того, чтобы разделять. Вот о чем я думал, когда я сидел напротив стены у канала реки Темзы, рассматривая это величественное здание парламента. Я думал о том, что много решений в истории человечества было принято в этих стенах. Я даже не мог себе представить, что я когда-нибудь окажусь внутри и буду что-то говорить здесь. Я очень признателен и благодарен всем вам за эту возможность. у меня не было денег. Я пытался изучать свою религию очень глубоко, иудаизм, христианство. это очень длинная история, но в конечном счете, перемещаясь автостопом, я добрался от Лондона до Индии. Несколько дней назад я выступал в университете Лондона. Я рассказывал там эту историю. И после моего выступления одна очень замечательная молодая девушка, студентка этого университета, она сказала мне, что она является президентом Сообщества Автостоперов Великобритании. Она была так вдохновлена моим рассказом, что я смог добраться автостопом от Лондона через Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан и далее до Индии. И она сказала, что она теперь тоже хочет проделать то же самое путешествие автостопом. Она спросила, что я думаю об этом. Я ей ответил. Я сказал, пожалуйста, мой друг, автостопом доберись до аэропорта Хитро, а потом просто садись в самолет и лети в Индию. Это гораздо безопаснее. Просто пристегни привязные ремни, и ты доберешься до цели. То, что мне тогда заняло шесть месяцев, сейчас это можно сделать всего за восемь часов. Когда я был в Индии, я путешествовал повсюду, по Гималаям, по джунглям. Я посещал различные ашрамы, я встречался с буддистами, с йогами, бахаями, сикхами, джайнами, парси. Я глубоко интересовался всем этим. На Среднем Востоке я изучал ислам. Однажды в Калькутте я встретился с матерью Терезой. Я никогда не забуду то, что она мне сказала. Это специальный эффект. Она сказала, настоящая проблема этого мира — это голод. Но не голод желудка, а голод сердца. Она сказала, мы можем накормить людей, и это очень хорошо. Она сказала, я путешествую по миру, я еду в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, и я еду в Лондон. И я вижу, что даже в самых богатых семьях, в семьях самых влиятельных людей, есть эта проблема — голод сердца. Она сказала, когда очень бедные и больные люди из Калькутты умирает на моих руках. Я вижу искру надежды в их глазах. Я почти никогда не вижу этого у людей Запада. Она сказала, что единственная вещь, которая может утолить голод сердца, это любовь. Вещи могут принести удовольствие уму и чувствам, но лишь любовь может принести счастье сердцу. в конечном счете, это то, что каждый из нас ищет в этом мире. Она сказала, что согласно ее вере, источник этой любви — это наша любовь к Богу. Когда мы соединяем себя с этой любовью к Богу в своем сердце, мы можем стать проводниками этой любви, что бы мы ни делали и кем бы мы ни были. В путешествии по Индии я уже был взрослым парнем. Я был очень вдохновлен этим пониманием, поскольку это содержало в себе то самое, что я постоянно искал, что может быть подлинным смыслом жизни согласно всем духовным традициям мира. В путешествии по Индии я услышал очень-очень сильную аналогию, что в сердце каждого человека есть две собаки — хорошая собака и плохая собака. Хорошая собака — это смирение, сострадание, самоконтроль, бескорыстное служение, удовлетворенность и любовь. плохая собака — это злость, гнев, страсть, корысть, высокомерие. Эти две собаки, они постоянно дерутся. У кого-то из вас есть такой опыт? Иногда эта плохая собака громко лает, а эта хорошая собака я едва слышно. В мире, в котором мы живем сейчас, мы постоянно подвергаемся агрессивным влияниям, вызывающим раздоры и распри. Та собака победит в этой борьбе, которую мы будем кормить. В каждое мгновение нашей жизни мы имеем свободу выбора, как реагировать на то, что приходит к нам. И настоящий характер — это реагировать в каждой ситуации так, чтобы питать благость в нашем сердце, чтобы питать божественность внутри нас, а не зависть, гнев или эгоизм. Что касается нашей образовательной системы, вчера я был в Кембридже, я часто выступаю в Гарварде, в MIT, в Стэнфордском университете, в Колумбийском университете, во многих университетах в Индии. Это просто потрясающе. Насколько сейчас развиты науки и наша система образования. Но если мы в действительности хотим улучшить этот мир и подарить настоящее счастье, удовлетворенность нашим студентам, и побудить их передать все это окружающему миру, то мы должны в нашем образовании создать основу для универсальных ценностей. Однажды я выступал в одном университете Индии. И один студент бросил мне вызов, сказав, что все религии и духовность нужно запретить повсюду, поскольку из-за них в мире происходит так много вражды, столько ненависти и предубеждений. И я дал ему ответ, что все это основано не на духовности, это основано на эго, на корысти, под внешним видом духовности. Первая заповедь Библии — это возлюбить Бога всем своим сердцем, всем своим умом и всей своей душой, возлюбить своего ближнего, как себя, а каждое живое существо как своего ближнего. Это всеобщий принцип. Мы должны искать суть, и тогда мы увидим, как духовность в действительности может помочь нам и объединить нас. Несколько месяцев спустя в Бомбее случилось столкновение между индусами и мусульманами. Мне нужно было добраться с окраины до центра города, где находился наш Ашрам. Сотни зданий были сожжены. Трупы лежали на обочинах дорог. Банды останавливали машины. Если внутри были люди из другой веры, они безжалостно расправлялись с ними. Там были невинные дети, вокруг были крики, кровь. И я думал, теперь я понимаю, почему люди думают таким образом, что духовность — это очень плохая вещь. Под именем Бога люди совершают убийства, враждуют. Это вовсе никакая не духовность. Это просто та самая злая собака, которая нарядилась в религиозной одежде. Духовность означает кормить хорошую собаку, не давать ходу этой плохой собаке. Есть замечательный стих в Бхагавадгите. Что же является настоящей мудростью? Что является истинным знанием? Что является настоящим образованием? Образование вовсе не означает просто хранение груды информации в нашей голове. С точки зрения Бхагавадгиты настоящее образование — это приобретение мудрости, способности видеть каждое живое существо равным образом. Является ли кто-то белым, черным, красным, желтым, коричневым? Является ли кто-то индуистом, мусульманином, христианином, иудеем, джаином? Парси, сикхом? Или агностиком? Или атеистом? Или же перед вами слон, корова, собака? Или кошка? Необходимо выразить почтение, уважение и любовь любому проявлению жизни. В соответствии с Бхагавадгитой, каждое живое существо — это частица Бога, это частица Божественного. Это и есть образование. Научиться уважать ценность самой жизни. «Любить» означает служить. Давайте посмотрим на тело человека. В нашем теле так много разных частей. «Каждая часть тела действует лишь для служения всему телу». Рука не может вдруг сказать, «Все, я забываю об остальном теле, и теперь я буду наслаждаться сама». Не могут почки объявить, «Теперь мы будем сами по себе. Мы больше не знаем тебя. Делай сам, что хочешь». У частей тела нет предубеждений друг к другу. Каждая часть тела, они все разного цвета, у них у всех разные формы, у них абсолютно разные функции, но здоровье тела означает, что каждая его часть работает ради здоровья другой части. То же самое происходит и в нашем обществе. Однажды я выступал в одном колледже в Бомбее. Там обучали бухгалтеров. И после моей речи, один студент встал, там в зале было 800 человек. Он встал и сказал, «С вами, все, что вы сейчас сказали, это все абсолютно бесполезно». «Я отвергаю все это». Что, если каждый в этом мире станет таким же с вами, как вы? Кто будет управлять государством? Кто будет выращивать пищу? Кто будет заниматься финансами? Кто будет заниматься образованием? Поэтому вы просто вводите нас в заблуждение. Весь зал разразился овациями. Толпа просто ликовала. Вы, наверное, знаете, какие студенты сейчас. Они просто обожают, когда кто-то бросает вызов учителю. По меньшей мере, в Бомбее. Итак, когда все сели на свои места, я ответил на его вопрос. Сначала я помолился. Мне действительно нужна была поддержка в тот момент. Я ответил, «Что, если каждый в этом мире станет таким же бухгалтером, как и ты?» Кто будет управлять государством? Кто будет заниматься финансами? Кто будет выращивать пищу? Кто будет заниматься образованием? Если каждый в этом мире станет бухгалтером, так же, как и ты, то во всем мире будет безработица, поскольку никому не будут нужны одни лишь бухгалтеры. В этом мире нам нужны политики. Нам нужны военные, инженеры, врачи, бизнесмены. Нам нужны бухгалтеры. И также есть некоторая потребность таких с вами, как я. Все мы существуем, чтобы работать вместе, так же, как разные части нашего тела, как органы тела. Если они будут служить всему телу, тогда у нас будет здоровое общество. Нам нужна печень. Нам нужно сердце. Нам нужны ноги. Не может быть, чтобы вдруг одна часть тела подумала, «Я лучше, чем ты». Каждый уважает работу другого. Есть замечательный стих в Шримад Бхагаватам. Высшее предназначение, высшая дхарма каждого живого существа — это служить с любовью. Такая любовь к Богу и к живым существам должна быть безусловной, свободной от корысти и эгоизма, и непрерывной, свободной от страхов и привязанностей. Давайте возьмем аналогию с телом. Просто подумайте, как служит наше сердце. Сердце качает кровь, качает жизнь и энергию в каждой клетке нашего тела. Сердце служит 24 часа в сутки. Правда? Если вдруг оно решит отдохнуть, например, сделать обеденный перерыв, или выйти по звонку колокольчика на голосование, мы просто умрем. Сердце служит каждой части нашего тела 24 часа в сутки. И каждая часть тела, в свою очередь, служит сердцу и друг другу. Каждый из нас должен принять этот пример. Сердце представляет жизнь и любовь. Есть выражение «добраться до сердцевины» или «до сути чего-то». Сердце является самой сутью. Почему? Потому что оно служит безусловно и непрерывно. С социальной точки зрения правительство подобно сердцу общества. Его цель — поддерживать, снабжать всем необходимым, вдохновлять и помогать людям, чтобы они были наиболее благополучными и могли сделать свой позитивный вклад в этом мире. Так же, как наше сердце, наше правительство, его представители, если мы действительно хотим понять истину, принести счастье и процветание, мы должны находиться в настроении сэвы или бескорыстного служения, то есть по-настоящему сделать интересы людей своими интересами, своим счастьем. во всем мире мы видим, что если люди не получают такой поддержки и помощи от правительства, начинаются бунты, демонстрации, беспорядки. есть замечательный стих Бхагавадгите, он означает, будущее этого мира очень сильно зависит от примера руководителей в любой сфере, в бизнесе, в промышленности. Сегодня все говорят о демонстрации на Уолл-стрит, потому что бизнес-лидеры вместо того, чтобы служить, они эксплуатируют. С самых разных точек зрения правительство подобно сердцу. Оно необходимо, чтобы поддерживать и побуждать людей делать хорошие вещи и избегать незаконных вещей, того, что ведет к эксплуатации и приносит вред кому-либо из членов общества. Духовность и общество — это такая большая тема. это очень важно, чтобы мы так или иначе на своих примерах показывали эти ценности в наших школах, в нашей системе образования. после того, как я увидел эти беспорядки в Бомбее, я подумал, что люди в этом мире учатся враждовать еще прежде, чем они научатся здравомыслить. люди должны постараться понять всеобщие принципы, как уважать жизнь, как беречь окружающую среду, как почитать наших братьев и сестер и уважать их права. Я думаю, что правительство можно сравнить с садовником. Его задача — поливать водой семена добродетели, то есть кормить хорошую собаку. А также нужно выдергивать сорняки, то есть вещи, которые разрушают добродетель и ценности в этом мире. В своей жизни я видел разных йогов, которые могут делать невероятные чудеса. Я видел людей, которые могут останавливать свое сердце, я видел людей, которые могут просто произнести мантру и создать какие-то вещи. если вы прочитаете книгу «Путешествия домой», вы узнаете, с кем я встречался и что эти люди могли делать. Они могли читать мысли, они могли жить полностью без пищи, просто поддерживая себя дыханием. Но, знаете, я вам скажу, что никто из этих людей по-настоящему не привлек меня. Единственное, что по-настоящему меня привлекло это смирение, чистота, неподдельное чувство любви, которое означает служение, счастье от служения. Когда я был маленьким мальчиком, моя мать рассказывала мне об этом. Дарили ли ей дорогое украшение, либо я просто срывал цветок из ее сада и дарил ей, она испытывала одинаковую радость. У нее всегда были слезы на глазах. И она говорила, что важна не вещь, а мысль. Это настроение, это любовь, которая наполняет смыслом любую вещь. Вещи это то, что мы должны использовать, а люди это те, кого мы должны любить. Но, к сожалению, очень часто так бывает, что мы, введенные в заблуждение, мы любим вещи и используем людей. Деньги и власть и знания — это великие ресурсы, которые нужно использовать со страданием. Например, нож. Хороший он или плохой? Все зависит от того, в чьих он руках. Вор использует его, чтобы убивать, а врач использует его, чтобы спасать жизнь. Те возможности, которые мы имеем с духовной точки зрения, это дар Бога. Влияние, которое мы имеем, все то знание, которое мы имеем, это замечательные инструменты, которые мы должны использовать в служении другим, так же, как и сердце, безо всякого мотива и с любовью. Мой гуру Шила Праупада, я помню, как я был глубоко вдохновлен. В возрасте 70 лет он зашел на борт корабля и провел там 38 дней, переправляясь через три континента и два океана. У него не было денег, и он даже не знал, куда он плывет. И он написал одну очень замечательную молитву, в которой он обращается к Богу. Позволь мне быть всего лишь марионеткой в твоих руках. Заставь меня танцевать, чтобы принести счастье и радость другим. Я верю, что это очень замечательная идея, идея большого общества. Но все великие идеи являются великими, лишь когда они пронизаны духом бескорыстия, сострадания и служения, без дискриминации, и основанной на понимании настоящих ценностей каждого. И мой опыт жизни говорит, что это и есть самая суть духовности. Я очень благодарен всем вам. Большое вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 чтобы желающие могли задать свои вопросы, Его Святейшество, пожалуйста. Я хочу спросить, как Ваша мать, как она чувствовала себя, когда Вы путешествовали? Вы отправились в путешествие в Индию, когда Вам было 19. Как Вы сказали, Вы выросли в семье, где исповедовали индуизм. Как Ваш отец отнёсся к этому? Вся книга посвящена этому. Но всё же, расскажите немного, как Ваша мать, как она чувствовала себя? Я скажу очень кратко, но я надеюсь, что отвечу на Ваш вопрос. Что я могу сказать? Я много раз сожалел о том, что в юности я не проявил чувствительности к ней. Но я не могу себя обвинять за юность и незрелость. Однако даже наши ошибки порой дают нам ценный опыт. Когда я покинул Америку, мне было 19. Это было летом. Я сказал своей матери и отцу, что я вернусь к следующему семестру в колледже через два с половиной месяца. Они не хотели меня отпускать, но в 1960-х мнение родителей нас не волновало. Я обещал, что я вернусь и продолжу учёбу. Два с половиной месяца прошло... Прошло шесть недель, семь недель, восемь недель, девять недель, десять недель. Всё это время у неё не было возможности пообщаться со мной. Последний раз я с ней разговаривал с британского переговорного пункта в Лондоне на площади Пикадилли. Знаете, что было самым большим для меня откровением? Я сидел на Трафальгарской площади, и меня так разрывали противоречия между ожиданиями этого общества, контркультуры. Все постоянно ожидали от меня что-то. И между этим зовом из моего сердца. И когда я пришёл на площадь Святого Мартина, я молился, чтобы понять, что делать мне дальше. Я открыл Библию и стал молиться. «О Господь, какой же мне выбрать путь?» И я помню те слова, которые оказались перед моими глазами. «Выйди из среды людей и отделись от них». Я просто принял это глубоко в своём сердце и стал следовать этому. «О Боже, ну что же будет с моими родителями?» В конце концов, через месяц после того, как они ничего не слышали обо мне, и несмотря на то, что занятия в школе уже начались, я должен быть там. Родители получают письмо, в котором говорилось, что со мной уже больше нет моих друзей, Гэри. Теперь я путешествую один, и я решил, что теперь я отправлюсь путешествовать через весь материк в Индию на поиски истины, которую я не мог найти в жизни западных людей. Я хочу познакомиться с жизнью людей Востока. «Какое ещё более великое образование может быть, чем это?» «Я отправляюсь автостопом в Индию». Родители получили это письмо. На нём стояла иранская почтовая марка без обратного адреса. Потом они получили от меня несколько писем из Афганистана. И тогда я думал, что то, что я делаю, это так мужественно и здорово. Когда я писал им, я говорил, что я живу в джунглях Гималаев, в пещере. Но, правда, им вовсе не казалось, что мне всё так здорово. Они были полностью разбиты и обеспокоены. Как так? А я никогда не думал, что оставлю иудаизм. Я просто пытался найти Бога, который есть и в иудаизме, и в христианстве. Я просто пытался найти эту связь учений, так как я это понимал. Я никогда не хотел предавать кого-то или бросать кого-то. Я просто хотел найти то, в чём я нуждался в своей жизни. И в конце концов, колокол звонит, приглашая вас на голосование. Спасибо большое. И так, когда я вернулся домой, я уже следовал пути бхакти, пути преданности. Я испытал культурный шок от них, а они испытали культурный шок от меня. Но всё же случилось что-то необыкновенное. Я любил и уважал их, независимо от того, кем они были, хотя они и так сильно отличались от меня. Я просто не мог понять всего того, что они делали. У них было то же самое. И после этого культурного шока, они в действительности открыли свои сердца и умы, чтобы понять ценности моей жизни и окружающих меня людей. И потом они приехали в Индию, и они просто влюбились там во всём. Фактически, мой брат, иудей, Джордж, женился на девушке-католичке, и они хотели принять решение, где же благословить или крестить своих детей. И моя мать и отец сказали им, «Твой брат с вами! Пусть же он это сделает в храме Кришны!» Так я благословлял всех их внуков. Когда моя мать покинула этот мир пять лет назад, она выразила свою последнюю волю. И также это было желанием всей семьи сделать то, что для меня было просто невероятным, поскольку я не участвовал в принятии этого решения, чтобы кремировать её тело и дать мне пепел, чтобы я отвёз его в Индию, поскольку она очень любила всё то, что я делал. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. С вами можно я задам вопрос? В отношении мусульман и индуистов, как вы считаете, возможно ли установить этот межконфессиональный мир, дружбу и согласие между ними, так, как это было никогда раньше? Что вы думаете по этому поводу? Это моя искренняя горячая молитва в сердце, что это может произойти. Всё возможно, если у нас есть желание. Это очень важно для всего мира. по мере того, как мы развиваемся, мы переходим к глобальной экономике, и мы все взаимосвязаны друг с другом. В Америке практически куда бы вы ни пошли, все английские надписи сопровождаются переводом на испанский. Америка меняется, поскольку там так много разных людей, людей разного цвета кожи, разных рас, людей, говорящих на разных языках. То же самое сейчас происходит в Великобритании. Вы знаете, когда я уехал из Америки в 70-м году, отправившись в Индию, я никогда в своей жизни не встречался ни с одним индусом. Я никогда не пробовал индийские блюда. И в моём случае, я вообще даже не знал, где находится Индия. У меня не было даже карты. У меня была лишь вера, что я должен следовать на восток, и я её найду там. Но сейчас всё это поменялось. Сейчас нет ни одного места в Америке, где бы не было индийцев или людей с Востока. Фактически большинство разработчиков компьютерных программ, большинство врачей, владельцев отелей — это индийцы. Мир действительно сильно меняется. И в действительности мы не сможем сейчас жить в мире, если у нас не будет терпимости, и если мы не научимся общаться. Ещё выше терпимости находится признание того, кто мы есть, и что мы исповедуем. Единство и разнообразие. Разнообразные религии, разнообразные расы — все эти вещи наполняют этот мир красотой. Если мы действительно следуем тому, что находится в нашем сердце, в нашей традиции, если мы видим это в других. Когда я жил на берегу Ганге 40 лет назад, рядом со мной жил 85-летний пожилой человек, индус. Его звали Нарайен. Мы беседовали с ним на самые разные духовные темы. Он так много мне всего рассказывал, так живо гуру обучал меня. Каждый день этот индус Нарайен брал меня на встречу со своим лучшим другом. Его звали Мухаммед. Он был владельцем рентгенологической клиники Магадха, которая находилась в городе Патна, штат Бихар. И они сидели с 11 до 12 часов каждый день, обсуждая религию. Они обсуждали и делились друг с другом. Мухаммед цитировал Коран, а Нарайен цитировал Бхагавадгиту и Рамайену. Когда очередь доходила до меня, я говорил то, что я знал. И они принимали, они любили друг друга. Они обменивались своим пониманием, чтобы обогатить друг друга. В один из дней я сидел рядом с Нарайеном на берегу реки. И я спросил его, «Как это возможно, что в стране, в которой так много соперничества и вражды между мусульманами и индусами, как это случилось, что вы стали лучшими друзьями?» Я никогда не забуду его ответ. Я цитировал его, возможно, тысячи раз. Хотите ли вы услышать? Он привел мне очень простую аналогию. Собака всегда распознает своего хозяина, как бы он не был одет. Хозяин может быть одет в смокинг, он может быть в рубашке и в синих джинсах, хозяин может надеть религиозные одежды или купальные одежды. Реже хозяин может быть и вовсе голым. Но собака всегда узнает своего хозяина, потому что она любит его. И далее он сказал, если мы не можем узнать нашего хозяина, нашего Бога, когда он приходит в разных одеждах, в разные эпохи, к разным людям, чтобы дать одно и то же послание, то тогда нам еще так многому следует учиться у собаки. Он сказал, что вся система высшего образования в мире, все великие религиозные учителя в мире должны учить нас быть по меньшей мере такими же, как собака. Спасибо вам. Спасибо за вашу книгу. Я начал ее читать. В ней вы описываете свое путешествие в Индию. Она очень интересная. Опыта, который вы пережили за время ваших странствий, и хватило бы на 10-15 жизней обычных людей. Я хотел спросить, вы поддерживаете отношения с вашим другом, с которым судьба вас то сводила, то разводила? Вы были на голосовании? Можно вас спросить, за что вы там голосовали? Да, я проголосовал, но это никак не связано с духовными темами. На самом деле, если мы принимаем наши решения, исходя из настоящего сострадания, тогда даже наше участие в голосовании наполняется духовным смыслом. мне пришлось пройти через разные испытания. По мере того, как я проходил через эти испытания, я испытывал страх. но после того, как все закончилось, я увидел, что это обернулось благословением. я цитировал Бхагавадгиту и Библию. В Библии есть стих, который говорит, «Тот, кто ищет, обязательно найдет». Если мы пытаемся понять смысл каждой ситуации, если мы всегда ищем возможности развиваться внутри, развивать мудрость, чтобы соединить себя с Божественным, с Богом в нашем сердце, мы обязательно найдем, мы обязательно найдем возможности для этого. Мудрость необходима, чтобы трансформировать проклятие в благословение, препятствия в новые возможности. Все зависит, как мы к этому относимся. И в то время я страстно хотел учиться, извлекать уроки. Я честно вам скажу, что иногда, когда я оказывался в ситуациях, угрожавших моей жизнью, я думал, что я тут делаю? Почему бы мне не вернуться домой? Но изнутри какой-то высший импульс, стоящий за пределами моего разума, продолжал тянуть меня вперед. Тогда я считал, что это вмешательство загадочной руки судьбы. Я верю, что это была рука Бога. Ведущая меня вперед. Помещающая меня в прекрасные ситуации, которые порой кажутся столь ужасными. Что, если бы я не прошел через все эти вещи? Вы сейчас говорите о нормальном человеке, но я был ненормальным человеком, каким остаюсь и поныне. Какой бы ни была ситуация в нашей жизни, она способна нас очистить, если мы действительно ищем возможности стать ближе к Богу, как проявлять сострадание, как развиваться таким образом. я думаю, это урок, который может быть актуален для каждого в любой ситуации. Что касается моего друга, то в книге об этом много рассказано. Но если вы хотите, чтобы я вышел за рамки книги, я только что неделю назад разговаривал с ним по телефону, и около месяца назад я с ним встречался. И я расскажу вам немного об этом друге, только очень коротко, потому что это в действительности является объяснением отношений между моим другом, моими родителями и мной. Мы вместе занимались духовным поиском. Так или иначе, мистическим образом мы расстались, мистическим образом мы потом встретились. Мы вообще никак не пересекались друг с другом в течение 18 лет. Мы даже просто не знали, как встретиться друг с другом. И вдруг неожиданно мы встретились. Я предстал перед ним в облике худощавого с вами, каким вы видите меня сейчас, а он был еще более худым, чем я, с длинными волосами и бородой, когда мы расстались с ним. А сейчас он превратился в груду мышц, как гора. Его тело стало просто гигантским. Он посмотрел на меня, я посмотрел на него, и я помню, как он сказал, «Слушай, даже я не знаю, что у нас с тобой общего теперь». Он стал тренером по бодибилдингу в спортзале Малибу, на пляже Малибу в Калифорнии. А я стал монахом с вами. И Гэри спросил у меня в один день, это интересно, мы были с ним в Бахайском храме, который он меня пригласил. Он спросил у меня, «Скажи, как мы с тобой можем быть друзьями? Мы с тобой абсолютно разные». Он сказал, «Вся моя жизнь состоит в том, чтобы убеждать людей, что если у них будет сильное, красивое и здоровое тело, они будут счастливы». А вся твоя жизнь состоит в том, чтобы говорить людям, что вы не есть это тело, вы являетесь вечной душой, воплощенной в теле, которая видит при помощи глаз, слышит при помощи ушей, ощущает вкусы через язык, любит через сердце, размышляет при помощи ума. Ты говоришь людям, что они не есть это тело. Вся моя жизнь — это учить людей, как быть счастливым на уровне тела. На мгновение я задумывался о том, что он мне сказал, и ответил ему, «Гэри, в традиции, которой я следую, считается, что тело — это храм Бога». А мы являемся маленькими частичками Бога. И если мы используем это тело, используем этот ум для севы, для бескорыстного служения, то тело становится чрезвычайно ценным инструментом в нашей духовной деятельности. Это среда-посредник между нами. Я сказал моему другу, «Гэри, ты учишь людей, как поддерживать свой храм очень замечательным образом, а я пытаюсь учить о том, что там нужно делать внутри. Итак, мы с тобой команда». И верите вы или нет, мы действительно стали командой. Спасибо. Большое вам спасибо. Я хотел бы попросить сказать заключительные слова нашего председателя. Я очень-очень хочу поблагодарить всех вас, что вы слушали мою речь. Даже будучи немым, я все равно говорю. Мое сердце переполняется благодарностью ко всем вам. Спасибо, что вы сегодня здесь. Ваше Святейшество, лорды, дамы и господа, коллеги, я прошу прощения, что вынужден был покинуть вас на время в связи с необходимостью участвовать в голосовании. Но, как я уже говорил, это порядок, которому мы тут вынуждены следовать. Я думаю, что многие из нас заведуют тому, что храм в Бактивданте Мэннери относится к району, за который отвечает наш коллега Джеймс Клэпсон. Но, к счастью, духовность не имеет административных границ, и все мы можем получить от нее благо, независимо от места своей работы. Я очень благодарен за этот заряд духовности, который мы получили сегодня. Я уверен, что концепция большого общества очень нуждается в таком понимании. Духовность должна стать фундаментом этой концепции. Я очень благодарен вам за сегодняшнюю речь. В нашей Палате общения, Палате лордов, звучало много разных речей, но я уверен, что ваша речь была самой лучшей и вдохновляющей. Думаю, что всем нам очень понравилось то, что мы сегодня услышали, и я думаю, что многие, включая от меня, будут с наслаждением читать вашу книгу. Я хотел бы закончить, поблагодарив всех вас за то, что вы пришли сегодня в парламент. Это ваш парламент. И я благодарен, что вы собрались на эту встречу с Его Святейшеством и друг с другом. Я думаю, что после завершения официальной части мы можем еще пообщаться здесь несколько минут. Большое спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.